АНОНС ШЕСТЫХ СВИТКОВ АНОНС ШЕСТЫХ СВИТКОВ Почему люди не летают как птицы? Потому что они не поставили мод Флоппи, конечно же. Хотя в данном случае летающие персонажи скорее напоминают надышавшихся чего-то веселого насекомых, задорно одрыгающих ногами и пролетающих сквозь стены. Выглядит это очень завораживающе, но поиск отлов воспаривших квестовых неписей может сильно осложнить прохождение игры. Любопытная добавочка для, в общем-то, совсем не безумного мода Enhanced Charactered Edit. Он широко используется в народе для благих целей, вроде создания особо няшных героинь, узрев которых любая бодипозитивная феминистка немедленно поперхнулась бы пончиком. Только у Mo Body Sliders задумка прямо противоположная. Раскрепостить настройки фигуры и скелета персонажа настолько, чтобы можно было создавать гротескных уродцев, подобных которым в Скайриме, к счастью, никогда не водилось. Ну и потом наслаждаться всевозможными перлами анимации, явно не рассчитанной на столь деформированных драконрожденных. Еще один способ сделать яркого и оригинального персонажа — мод Crimes Against Nature. Он добавляет дюжину рас различной, но в основном высокой степени отмороженности. Например, можно сыграть для Икея Рожденного со стулом вместо головы и быстрого Ёжика Соника собственной музыкальной темой. Или как вариант за реддитовского маскота Сну с обилкой онлайновые комменты, поражающий окружающих путем обильной взрывной дефекации. Понятно, что выбирать из этого великолепия было бы очень непросто, поэтому в любой момент можно активировать меню, позволяющее сгенерировать персонажа заново или добавить ему способности других рас из мода. В том числе и их читерские версии, которые можно кастовать бесплатно. Эта модификация из разряда атмосферных добавляет пастухов, бороздящих со своими стадами просторы Скайрима, торгующих животноводческой продукцией и временами попадающих в разборки с монстрами и бандитами. Кроме того, благодаря этому моду, получившим стрелу в колено приключенцам, больше не обязательно искать свободную вакансию городского стража. С «Херц» можно самому стать пастухом и вместо сбора сокровищ и прокачки озаботиться выпасом стада и повышением надоя. Простой, практически обязательный мод, добавляющий заклинания для вызова музыкального медведя, немедленно начинающего наяривать знакомую всем мелодию из криминального чтива. Или какую-нибудь другую. Мод несложно подправить, заменив звуковой файл с музыкой. Наспавнить целый медвежий оркестр, к сожалению, нельзя, но для поднятия боевого духа хватит и одного косолапого барда. Задолго до того, как покоряющий все новые платформы Скайрим пробрался на Nintendo Switch, в игру народными стараниями удалось утащить главного нинтендовского героя Марио. И речь тут идет не о тривиальном перевоплощении Довакина в итальянского водопроводчика, а о капитальной переделке Скайрима в классические приключения в Грибном Королевстве. С лазаньем по трубам и сбором монеток, платформенными уровнями с секретами, гумбами, купами, Валуиджи и вновь похитившим принцессу Боузером в роли финального босса. Для полного счастья осталось только перенести этот мод в Скайрим на Switch. Сумрачные двемерские гении силой науки поднимают концепцию маунтов на новую высоту. За скромным названием Flying Machine кроется загадочного вида летающие вундервафля с арсеналом самонаводящихся ракет. Они прекрасно сокращают поголовье драконов и способны поражать наземные цели, правда в них уже придется целиться по-честному. В хвосте аппарата оборудовано сидение для компаньона, который сможет вести огонь по целям в задней полусфере. Для ремонта повреждений истребитель комплектуется специальным молотком, а в крайнем случае вместо утраченного пепелаться можно просто купить новый. Этот мод подойдет тем, кому надоели традиционные виды оружия. Взрывающиеся куры обладают достаточной мощью, чтобы запускать пострадавших на орбиту не хуже великанов. Только где их столько взять? Эту проблему решает Chicken Mod, добавляющий заклинания для вызова пяти курочек. Скастанув его несколько раз, можно проложить целое минное поле, которое нехило сдетонирует при смерти любой из пернатых бомбочек. Также мод добавляет набор куриных доспехов. В данной ситуации супергеройский облик просто напрашивается. И еще одно заклинание, вызывающее на пару минут бессмертного куриного повелителя. Скайримовских драконов безумные модеры тоже не оставили в покое и поменяли их на еще более ужасающих противников. Среди подобных метаморфоз нам больше всего понравились варианты с рестлером Рэнди Сэвиджем по прозвищу Мачо Мэн и мультяшным паровозиком Томасом. Оба-два прекрасно выглядят в новой роли, снабжены подобающей озвучкой и яростно отжигают. Прокачав драконов, неплохо было бы уравнять силы за счет не менее крутых помощников главного героя. В случае с Томасом можно попробовать народную мудрость и вышибить клин клином. Засумонить паровозоголового палочного человечка из мода Funny Followers. Он, конечно, размером поменьше, но явно очень злой и кровожадный. Подобрать достойного борца с мачо-менами будет сложнее. Тут мы бы сделали ставку на легкую мышино-куриную кавалерию, которую можно наплодить в огромных количествах с модом Jerbils Mounts and Followers и возглавить этот эскадрон верхом, наверное, Чокобо. Беда не приходит одна. Вот и к драконовой напасти добавилось еще и вторжение инопланетян. И, вопреки названию, не только в Хелгене. Спасать ситуацию, конечно же, вновь придется нашему герою, который сможет в лучших XCOM-овских традициях обратить технологии элиенов против них самих. Например, полутав и скрафтив всякие лазерные посохи, антиматериальные пушки, доспехи и заклинания по вызову НЛОшек. Ну а для тех, кто, напротив, приветствует наших новых владык-сектоидов, есть возможность сменить облик на элиенский с помощью консольной команды. И на этом у нас на сегодня все. По традиции, ссылки на все моды вы сможете найти в описании ролика. И опять же, по традиции, призываем не скупиться на лайки, комменты, подписку и колокольчик. Увидимся в следующем сюжете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok